Вот они, классические читатели произведений Людмилы Петрушевской. До начала концерта зрители сидят с открытыми книгами, как бы предвкушая встречу с творчеством любимого писателя. Я этого дня ждала с конца сентября, потому что очень хотелось побывать на концерте. Сначала, ну для меня в частности, все началось с того, что я услышала, как она поет. В интернете, конечно, меня это просто сразило. Нас познакомила учительница русского литературы с ее рассказами. Мы их разбирали после уроков. Очень рада, что попала, что она вообще к нам приехала. Это для нашего города очень почетно, я считаю. В этот вечер архангельский зритель вместе с Людмилой Петрушевской проходил по следам ее непростой жизни и творческого пути. Драматург вспоминал о военном времени, о детском доме под Уфой, о том, как запретили пьесу уроки музыки и как долгое время писала в стол. На встрече смотрели отрывки из Чинзана в постановке романа Казака и квартиры Коломбины, в которой блестяще играли авангард Леонтьев и Илья Хиджакова. Вот она сегодня рассказывала про свою пьесу «Любовь». И говорила, что в Амхате она шла, в «Современники», еще где-то, в четырех больших театрах. И вот я сидела в зрительном зале, мне так хотелось ей сказать, а у нас в нашем театре Виктора Петровича Панова в 79-80 году шла как раз вот эта пьеса «Любовь». Пьесы Людмилы Петрушевской ставили роман Виктюх, Юрий Любимов и Марк Захаров. Драматург, поэт, автор сказок, она рисует мультфильмы, а с недавнего времени еще исполняет песни собственного сочинения. Всегда старалась собрать вот все, что случайно происходит между людьми. Иногда такие вещи, вот, например, один другого спрашивает, ты здесь живешь или где? А он отвечает, теперь еще нигде пока уже опять. Вот видите, вся жизнь. Они объехали с гастролями десятки городов России за рубежом. Однако на Поморском севере Людмила Петрушевская и участники ее кабаре побывали впервые. Народ оказался очень интеллигентным, удивительно чутким и таким каким-то очень благожелателем. У нас все время хлопали, 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 хлопали. С концерта люди обязательно должны уйти с хорошим настроением, отдохнувшие, что-то такое для себя узнавшие. В общем, судя по всему, вот это произошло. Первая встреча драматурга с благодарным северным зрителем прошла успешно, а потому Людмила Петрушевская пообещала вернуться в Архангельск уже в апреле. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, Панорама Севера.